Добрый день, участники проекта Школы Австралии, Татьяна Давыдова с очередным эфиром, на котором мы затронем тему основных ошибок, которые совершают русскоговорящие родители младших школьников в Австралии. Речь пойдет о тех родителей, которые новенькие в стране, и также для родителей, которые в стране живут уже давно, но только сейчас у них появились дети школьного возраста, они пошли в школу, и вам нужно выстраивать абсолютно новую схему отношений и с учителями, и с родителями, и с вашим ребенком в том числе. Я назову пять ошибок, их, конечно, больше. Эти ошибки я вычислила из многочисленных постов, которые участники пишут в нашей группе, то есть мы пишем о проблемах в более старшем возрасте, но я вижу, что эти все проблемы зародились в первые годы школы, и теперь, когда дети, например, в 4-5-6 классе, мы уже не знаем, как их решать, потому что мы запустили этот наш самый первый важный период. И, естественно, базируется эта информация на том, на часах консультации, которые я провожу с клиентами один на один, и учительский опыт, естественно, и разговоры с родителями. Итак, если вы тот самый родитель, у которого ребенок только начал школу, мы говорим о нулевом классе, kindergarten, reception, pre-primary, в каждом штате он называется по-разному, если у вас ребенок в первом и во втором классе, вам пригодится больше всего то, о чем я сейчас расскажу. Итак, первая наша ошибка. Когда ребенок идет в школу, мы начинаем его... по-английски я это назвала interrogating, то есть мы его допрашиваем, расспрашиваем, трясем о том, что же происходит в школе. Ну, естественно, нам любопытно, нам интересно, нам хочется узнать. И что в итоге мы получаем? Ну да, поначалу ребенок, возможно, вам будет очень много рассказывать, но задавая один и тот же вопрос, how was school? Когда вы дойдете до третьего, четвертого, пятого класса, особенно если у вас мальчик, вы, возможно, ничего не услышите в ответ. Поэтому посмотрите, что у вас за ребенок. Есть дети, которые просто ложатся спать, да, вот вы их укладываете, и они вам потом выпалят всю подноготную о том, что происходило в школе. И все, что вы сделали, это просто его не теребили после школы, когда он к вам запрыгнул в машину, и вы просто промолчали и поехали домой его кормить. Что делаем мы? Мы постоянно, how was your day? How was school? Что на это можно ответить? Fine. И все. Так вот, если у вас тот ребенок, которому нужно немножечко передохнуть после школы, не мучайте его вопросы, не трясите его, дайте ему отдышаться. Пусть он покушает, счастливый, доволен, сидит на диване. И между дел, возможно, вы можете задать какой-то конкретный вопрос, который вам даст конкретную информацию, потому что перед тем, как задается вопрос, я как родитель всегда задаю сначала вопрос самой себе. Что я хочу получить из этого ответа? Действительно ли я хочу услышать, хороший ли был день или плохой? Наверняка нет. Что я хочу услышать, если день был плохой, по какой причине? И когда я задаю вопрос, how was your day, причину я там не найду, потому что мне нужно будет еще идти дальше с наводящими вопросами. И я хочу узнать, с кем мой ребенок общается, это моя вторая цель, и чтобы знать, да, с кем организовывать ему встречи. И я хочу узнать, как у него проходит образовательный и академический процесс. Для этого нужны очень конкретные вопросы. Список конкретных вопросов я вам рассылала, и для того, чтобы он не потерялся, я еще раз его заброшу в notes, как раз на страничке. И тогда у вас он будет под рукой. Но подумайте сами, да, что вы хотите услышать, какую информацию вы хотите получить. Вы хотите узнать, кто у него лучший друг, ну спросите тогда, а ты с кем сегодня сидел во время ланча на земле. Эту тему я сегодня поднимать не буду, правда. Вот он вам даст конкретное имя. И если это имя повторяется каждый день, да, вы можете спросить, а что там у Васи было в ланчбоксе интересного, расскажи. То у вас уже появляется имя человека, с которым ваш ребенок предпочитает сидеть вместе на перемене, значит они играют, у него зарождаются новые социальные отношения. То, возможно, вам стоит связаться с родителями этого ребенка, чтобы продолжить общение вне школы. Но к этому пункту мы еще подойдем чуть-чуть дальше. Теперь, вторая штука. То есть по вопросам я их сброшу в notes, посмотрите, какие бывают вопросы, и задавайте их по-другому, и задавайте их в правильное время. Например, у нас работает, что мы вообще ничего не спрашиваем, мы просто молчим, 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 пока все начинает вылазить само по себе. С каждым ребенком это по-разному. Один ближе к вечеру, второй где-то через часика-два начинает рассказывать, и я наводящими вопросами выуживаю всю нужную для меня информацию. Вторая ошибка, которую мы совершаем, это overshadering. То есть ребенок пошел в школу, все, новая жизнь, мы начинаем учиться, делать домашнюю работу, и мы, как все, забиваем нашу неделю развивалками. Когда мои дети пошли в первый класс, вернее, в нулевой класс, я хочу вам напомнить одну такую вещь. Они здесь начинают школу с четырех с половиной, пяти, пяти с половиной лет. Это не как в России. То есть маленькие они еще совсем. Мы убрали все развивалки после школы, абсолютно все. У нас был свободный день. И скажу вам такую вещь. В некоторых районах Сиднея наверняка вы столкнетесь, я говорю про Сиднея, потому что в то время мы жили там, но я могу сказать любого, да, большого города, там Мельбурн, Сиднея, Брисбен. Чем меньше город, тем меньше развивалось, тогда детей на улице будет больше, видно, после школы. Но в больших городах мы все пытаемся попасть под этот тренд. Все же куда-то ходят, им не нужно. Естественно, если ваш ребенок никуда не записан, он выйдет на площадку в четыре часа, и он там будет один. Грустно, да? Но, несмотря на это, мы никуда не записались, кроме, вот здесь есть одно исключение. Вот смотрите, ваша пятилетка пошла в школу. Она сидит, вот так как я сейчас сижу, шесть часов, но у них там есть ресес 20 минут, ланч там 40 минут, в зависимости от школы. Они там немножечко ходят по классу, но в основном они сидят. В пять лет вот наш позвоночник, да, мышцы, оно еще не окрепло, чтобы так вот сидеть. Нам нужно двигаться. И когда мы его записываем, нашего ребенка пятилетнего, еще после школы на Кумон и какую-то другую академическую развивалку, мы там тоже сидим. То есть вот что мы оставили? Все, что касается спорта и физического развития. Танцы замечательно, плавание замечательно, токванто замечательно, велосипед отлично. А еще лучше после школы пройти мимо площадки и часик там сидеть, пока ребенок, вот все это засидевшуюся свою энергию не выплеснет на этой площадке. Потом к пятнице любой year zero, да, он будет никакой, уставший. А к концу четверти мы это в два раза еще добавляем усталость. То есть ему будет тяжело. Шесть часов это очень долго. Вспомните, что у нас было в России. Восемь пришли, в двенадцать уже дома. Здесь вот само время нахождения среди огромного количества людей, находясь в помещении. А если вы живете в холодных городах Австралии, и там идет дождь. Вы же знаете, что когда дождь, их не пускают на улицу. Они сидят в классе с учителем, им включают или какой-нибудь телевизор, или ютюб, или они там что-то рисуют. Но они сидят, они не бегают, они ходят. Ну это вот максимум, что они делают. Вот и подумайте, что нужно вашему неокрепшему ребенку. А нулевой класс, первый, второй, это вот только тогда нам семь лет исполняется, когда второй класс мы заканчиваем. Что для него важнее? То есть овощейджелин, ну естественно, он у вас будет уставший к вечеру. Вам еще домашнюю работу какую-то нужно будет делать, если она у вас есть. Возможно, развивалки лучше убрать, оставить одно что-то любимое и фокусироваться на физическую активность после школы. Теперь, третья штука, которая, они не по порядку, какая важнее, какая нет, но она очень-очень важная. Многие русскоговорящие родители игнорируют социальный аспект вот этих важных трех лет жизни ребенка в школе. То есть я называла этот пункт «ignoring social aspect». То есть что происходит в это время? Вот представьте, нулевой, первый, второй класс, вы все детей приводите в школу и забираете. Кто находится в продленке, можете не слушать это видео, потому что у вас немножко другая ситуация. Тут выбора нет, ваш ребенок в 7 утра уже там и в 6 вечера он еще там. Но те, которые детей отводят в школу и забирают, это ваши 3 года, когда вы должны приложить все усилия, чтобы организовать вашему ребенку социализацию. Почему? Если у вас родился экстраверт, который сам может организовать плейдет, и он подойдет к родителю в 5 лет любому и скажет, мне нравится там играть с вашим сыном или дочкой, а можно к вам в гости, это просто классно. А еще и он и телефончик ваш наизусть знает, это здорово, но таких детей очень мало. Поэтому вы то связующее звено, которое необходимо между вашим ребенком и вот этим плейдетом. То есть на вас возлагается вот эта вот обязанность улыбаться, делать пресловутый small talk с австралийскими мамами, чтобы у вашего ребенка была дружба после школы. И когда мне говорят, у нас нет друзей, а почему, ну потому что мы стараемся не проводить время с австралийцами, чтобы сохранить русский язык, ну тогда не удивляйтесь, почему у вашего ребенка нет никого в школе, кто приглашает его на день рождения или на плейдейты. То есть вы присматриваетесь к своему ребенку, вы слушаете имена, которые он называет, вы вычисляете этих мам до или после школы, вы улыбаетесь, вы представляетесь, вы задаете много вопросов про них, а не молчите про себя. Вы говорите, что давайте организуем, может быть, на площадке после школы, какое у вас расписание, мы бы хотели пригласить Васю к нам в гости. Ну подумайте, как вы можете это организовать, даже с минимальным английским это сделать можно. И постарайтесь помочь вашему ребенку наладить вот эти социальные связи, потому что в третьем классе, в четвертом и в пятом, в шестом никто уже в школу никого не отводит. Вы машину остановили, ребенок выпрыгнул и побежал, шансы уменьшаются. Для самых смелых предлагаю такую версию. Начало учебного года, замечательное время. Если у вас день рождения выпадает вот на февраль-март, устраивайте пати, приглашайте весь класс. Отличное место, парк, чтобы родители пришли и вы познакомились. Что делаю я? Я не осиливаю такие дни рождения, хотя у меня ребенок родился и первый, второй в начале года. Что я делаю? Я устраиваю afternoon tea, то есть я это называю beginning of the new year afternoon tea. И в пятницу на второй неделе обычно, иногда на первой учебной, я рассылаю бумажки. Всем, кого ребенок мой отметит, а лучше всему классу, где я пишу. Я приглашаю все к нам домой в пятницу сразу после школы на afternoon tea muffins, celebrate beginning of the year. Да, мы начали все там year one, year two, year three. Приходите, дети пусть поиграют, мы пообщаемся. Замечательно. Я это стараюсь делать, такую штуку, каждую четверть, чтобы, потому что в школе я не появляюсь, но мне нужно все равно поддерживать эту социализацию для своих детей. И поэтому я стараюсь устраивать каждую четверть в пятницу какую-нибудь такие посиделки. Обычно в первой четверти это первая неделя, а в остальных четвертях это последняя неделя, да, празднуем конец четверти. И когда мамы приходят, там, забирают детей, я могу с мамами пообщаться и напомнить им, кто я такая. То есть не игнорируйте этот фактор. Следующий момент. Bugging the teacher. То есть слишком много вопросов мы задаем учителям и постоянно их теребим, когда мы забираем ребенка или перед занятиями. Я вчера в группе запустила видео прошлогоднее, где про это рассказывали, но немножко с опозданием на неделю. Но там все равно есть пару советов, которыми вы можете воспользоваться. Но когда вы хотите что-то спросить у учителя, будьте эгоистами. Не надо спрашивать, how is my child, how is she, how is he. Вам тоже нужна конкретная информация, которую можно пощупать и с ней можно что-то сделать. То есть для собственных целей. Какая нужна информация? Мне нужна информация, с кем мой ребенок лучше всего в классе общается. То есть, например, я в школе не появляюсь, или я не заметила, с кем он дружит, или он дома ничего не сказал. Но учительница видит, как они в классе общаются. С кем сидит мой ребенок, с кем он больше всего время проводит на ланче, а кто у него два лучших друга. Если это академический фактор, то уже не надо говорить, and how is his reading, and how is his writing. Ну это такое, ну как, нормально, вам любой учитель скажет, да все хорошо, скажите, какой уровень чтения у моего сына, а что нам нужно сделать, чтобы уровень чтения улучшился. Или какая у него самая большая проблема с математикой, вы сейчас что проходите, деление, да, и как у него все, на трехзначные цифры он там делит нормально, или умножает, или вычитает. Конкретное что-то спросите, и вам учитель даст конкретный ответ, и у вас уже есть информация, с которой можно работать дома. Но теребить его постоянно, how, how, how is he, это абсолютно неконструктивная беседа, и учитель будет от вас бегать. До уроков лучше ли не лезть к учителям, лучше после уроков, а еще лучше узнать, когда у них такой день более-менее свободный, или же имейл. Вот имейл лучше, чем имейл, а нет ничего. Написали, написали все свои проблемки, все свои вопросы, и учитель спокойно, когда у него есть время, вам на это ответит. Следующий момент. Я его называю, я его вчера не опубликовала, но он вместе попадает под пункт reading too much Facebook instead of reading to the kid, и я еще его называю fretting about homework. То есть, когда мы начинаем трястись над домашней работой, и когда мы заставляем ребенка читать, вот мы же начали чтение, нас уже учат, все, давай, читай, будем тренироваться. Вот тут две ошибки. Первое. Пять лет дали домашнее задание, и вот вы, как, знаете, похудею с понедельника, все, с понедельника мы начинаем заниматься по-настоящему, как бы в школе, все будет серьезно, в 6 часов садимся, делаем спелинг, потом математику. Первый вопрос, который вы должны себе задать, вы сможете вот так вот целый год продолжать это делать в 6 часов, чтобы ребенок видел, что у вас есть consistency, да, постоянно мы в таком режиме работаем? Если вы не можете, лучше тогда не надо. Выберите тот самый минимум, который вы можете делать с ребенком точно 40 недель в году. Вот тогда будет толк. В каких-то школах есть домашняя работа, в каких-то школах нет домашней работы, то есть ваш абсолютный минимум, да, выполнить то, что просит школа, но садиться, вот твои-то полчаса сиди и делай в 6 лет, наверное, тяжело. Я бы разбивала на 3 куска, 10 минут, 10 и 10. Даже утром, когда они кушают и собираются, вы можете таблицу умножения повторить, да, или какие-то простые примеры порешать. Теперь, чтение. Вот если вы решили, что с домашкой, конечно, я помогать ребенку не смогу, я очень занят, чтение нужно каким-то образом все-таки сохранить в вашей рутине. Но тут две такие вещи. Когда дети учатся читать, я смотрю по их настроению. Вот если им не хочется читать книгу, которую они взяли в библиотеке, не забывайте, мы говорим про первые 3 года школы, маленькие дети. Я не буду устраивать истерику, что им нужно читать, так надо. Я эту книгу им прочитаю сама. Почему? Потому что моя задача сохранить чтение как позитивный какой-то, positive experience, да, что-то позитивное в их жизни. Если я буду психовать, ну вам же задали, надо, а ты не хочешь, это не позитивный experience. Если я взяла книжку, ты не хочешь, ну давай я тебе сегодня почитаю. И не думайте, что так все и останется. Потом вы потихонечку, давай ты страничку, я страничку, давай ты строчку, ты строчку. Даже если мы вместе посмотрели на обложку этой книги и ее обсудили, вы уже занимаетесь важным навыком чтения, который называется prediction. Из 18 стратегий comprehension – это одно из важных вещей, которые мы детям объясняем в школе. То есть не надо сразу заставлять, если не идет, внедряйте это чтение потихонечку, читайте вслух. А дети в любом возрасте, то есть мои дети читать умеют, но мы читаем вслух все равно для них, какие-то интересные новеллы, да, вот всей семьей, если им не хочется, потому что это позитивный опыт. То есть мы к книгам прививаем интерес, а не отбиваем его. То есть повторим. Первое. Вопросы. Очень много вопросов после школы и вопросы неконкретные. Перед тем, задавать вопросы, подумать, а для чего вам нужна эта информация. Если у ребенка такой темперамент, что его нужно оставить немножко в покое для начала, задайте ваши вопросы ближе к вечеру. На первые три года школы куча развивалок, ну не совсем это очень хороший метод. Лучше оставить академку на школу, а после школы заниматься каким-то видом спорта. По крайней мере, мы начинаем двигаться после всего этого сидения за партой. Социальный аспект, социализация с мамами, чтобы помочь ребенку, плейдейты, чтобы у него были, чтобы его на дни рождения приглашали. Это очень важно. Сам он еще это делать не умеет. У него только формируются социальные навыки. Теперь. Доставать учителя постоянно с вопросами, которые ни о чем. Если хотите что-то спросить, спрашивайте конкретно, чтобы получить конкретную информацию, с которой можно работать. Лучше в виде имейла. Следующее. Постоянно трястись над домашкой и устраивать этот террор с пяти лет. Подумайте, вы сможете в течение тринадцати лет это продолжать делать регулярно, каждые сорок недель в году? Если нет, выбирайте то, что вы действительно сможете закончить. И если ребенку не хочется сегодня читать ту книжку, которую ему дали в школе, ничего страшного, прочитайте ему эту книжку сами. Это все равно полезно. Он слушает и новые слова он тоже учит. И на слух он воспринимает этот comprehension. Вы можете обсудить ее в конце тоже, а это и есть смысл чтения. Если есть какие-то вопросы, пишите, я по возможности на них отвечу. А на сегодня все. Всем хорошего дня. Субтитры сделал DimaTorzok